Друзья, добрый день. Сегодня именно тот день, когда я получаю польские воеводские приглашения. На моё имя пришло вот такое заказное письмо от наших польских партнёров, где они мне прислали воеводские приглашения, оригиналы воеводских приглашений. Оно выглядит именно вот так. В этом воеводском приглашении указываются данные работника, данные предприятия со всей контактной информацией, то есть адрес, телефон и также где будущий сотрудник компании будет проживать. На обратной стороне вы можете видеть оригинальные печати и подписи. Очень часто воеводские приглашения подделывают, поэтому необходимо доверять только проверенным компаниям, которые имеют свою репутацию, опыт и которые никогда не пойдут ни на какие преступные схемы и нелегальные действия. Буквально на днях, кстати, была раскрыта преступная группировка в Польше, участниками которой являлись в том числе граждане Азербайджана, где эти люди легализовывали фиктивно, через фиктивные компании иностранцев. И жертвами этих действий стали граждане Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и других стран Средней Азии. Этими неправомерными действиями, неправоправными схемами, они, конечно же, раздражают консула Польши в посольствах Казахстана, Узбекистана и Азербайджана, тем самым подрывая авторитет своих стран. И это влияет на то, что документы рассматриваются достаточно долго, очень идут серьезные проверки. Друзья, никогда не станьте жертвами каких-то и участниками вот таких вот неправомерных действий, нелегальных схем, эффективных справок и документов. Если вам обещают сделать что-то за три дня, за две недели, за неделю, то это 100% будет подделка, которая распечатана просто на принтере. И вы, конечно же, никогда не получите визу по поддельным документам. А более того, вы себе испортите репутацию и в дальнейшем визу получить будет практически невозможно. Делайте все легально, делайте оригинальные документы. Воеводское приглашение изготавливается около двух месяцев. Да, необходимо подождать, набраться терпения. Однако Польша это та страна, которая также имеет свои бюрократические процедуры. И когда вы подаете документы на то, чтобы вам дали воеводское приглашение, ваши документы также проходят проверку на подлинность. И только этот процесс занимает около двух недель. Далее начинается процесс изготовления воеводского приглашения. И вся эта процедура занимает около двух месяцев. Далее оригиналы воеводских приглашений отправляются обязательно заказными письмами. Для того, чтобы вы пошли в посольство с оригиналами. Потому что в посольствах копии неприемлемы. Вы должны идти в посольство только с оригиналами. Итак, друзья, вам всем удачи! Понравилось видео? Хотите знать о переезде за границу больше? Кликните на колокольчик в правом нижнем углу. Кликните на колокольчик.